Покажу наш список, чтобы мы его видели, да? Ну, я и не вижу оглавление. Вот, она где-то вот здесь вот. Вот. Так, вот у нас тоже 13-я. Вот у нас... Западная полосария. Так, что мы видим? Так, а Майя здесь, ребята? Привет, да, я здесь. Да, Майя, сто лет тебя не видели. Так, ты у нас будешь первая, давай. Ты готова? Да, готова. Так, следующая у нас будет Женя. Так, хорошо. Я пока временно выключила запись. Ты мне скажешь, когда ты будешь готова. Я уже... Ну, я уже готова, хочу сказать. Ну, тогда включай, пожалуйста. Да. Видите мой экран? Да, похоже, что вижу, да. Так, вот. Вот. Эволюция знака Ситроен. Так, подожди, подожди. Сейчас я запись буду включить. Женя, ты там впусти, там очередь, по-моему, есть. Нет, у нас все заходят, все хорошо. Все заходят, да. Так, запись уже включена. Пожалуйста. Эволюция чего? Эволюция знака Ситроен. Правда. Генри Форд, Геруччо, Ламборгини, Фердинанд, Фарше и Адам Апель. Все эти люди основатели автомобильных компаний, названные свои предприятия в честь себя. К их числу относится и Андрей Густяф Ситроен, основатель компании и лицо. Благодаря которому явился узнаваемый значок Ситроен. Вот Андрей Ситроен. Родился в 1878 году и умер в 1935 году. Он был французский промышленник. Создатель концерна и автомобиля Ситроен. Логотипом Ситроен всегда был до войны шифрон в виде двух перевернутых галочек. Он даже появился по основании самой автомобилистроительной компании в 1905 году, когда Андрей Ситроен запатентовал свое изобретение зубчатые шестеренки для коробки передач. Они предназначались для коробок передач, производства которых начинал Андрей, а позже использовались в водном транспорте. Такие шестеренки стали необыкновенно популярны из-за того, что они могли выдерживать большие нагрузки, не составая шума. Они на шаг переждали все остальные экземпляры на рынке. Шифронная передача, которая также называется двойной винтовой зубчатой передачей, является частью набора шестерен, назначенных для передачи энергии средством параллельных или перпендикулярных осей. Это позволяет взаимодействовать между собой всем валам. При этом шифронные шестерены имеют вертикальную V-образную структуру. Первые версии логотипа выглядели как две галочки в вертикальном овале. Он позднее, он претерпевал некоторые изменения. Цвет менялся на желтый, добавлялся синий восьмиугольник, рамка, в котором какое-то время автомобили выпускались с логотипом в виде двух желтых перевернутых букв V. В 1985 году трен изменили цвет фона на красный, а цвет шифрона на белый и значительно застрили галочки. В 2009 году в честь 90-летия компании Citroën и для дня рождения основательно был поведен ребрендинг. Эмблему изменили на те самые две серебряные галочки, которые мы видим на капотах современных автомобилей марки Citroën. И сегодня производитель уточняет, что логотип может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На автомобилях Citroën DC логотип DS выглядит как закрашенный треугольник с молнией серебряного цвета. Что означает DS? Проблема хоть и отличается от обычной, но выполнена в ум-жесть стиле. DS является аббревиатурой от Different Spirit, иной дух или Distinctive Series, отличительная серия. Хотя ссылка на исторический Citroën от Dijivo. Очевидно. И вот всё. Это была моя презентация. Спасибо, мальчика, спасибо. Ты знаешь, очень много я нового для себя узнал. Так, ребята, кого что удивило? Я удивилась, что у Citroën сейчас в этой компании может быть целых два логотипа. То есть я думала, что это в процессе меняется, что одновременно два разных быть не может. Ну, видишь. Я не знаю, как бы, других компаний, у которых так тоже есть. Митов, кстати, это удивило. Ну, я вот скажу, например, АвтоВАЗ, он раньше имел такую штуку с этим, с кораблем с парусом, да? Вот. Но потом оказалось, что у них этот логотип не был запатентован, не защищен был. И другая фирма, какая-то западная, взяла, и это дело себе запатентовало. И пришлось АвтоВАЗу менять свой логотип насильно. Понятно? Ну, просто ушами прохлопали. Кто еще чего скажет? Вот. Я должен сказать, что Citroen разбогател именно благодаря вот этим шестеренкам. У этих шестеренок есть много очень интересных свойств, которые дали большое преимущество. И поэтому очень хорошо продавались. Вот. До этого они автомобили не делали. Они делали только шестеренки и разные другие узлы, где эти шестеренки использовали. А автомобили не делали. Но поскольку они сразу стали продаваться, они заработали денег, и тогда стали производить уже целые автомобили. Вот такая история. Так. Женщик, ты у следующего, да? Хорошо, сейчас. Поехали. Хорошо, сегодня я буду рассказывать интересные факты про вязание. И самый первый факт это вот такие вот есть носочки. И я сейчас как бы расскажу, что это за носочки. это носки, которые, ну, я как бы не знаю, их якобы именно эти носки, их нашли в Египте, и археологи предполагают, что они были изготовлены тысячу лет до нашей эры. Но мне не видится, что они как бы могли так хорошо сохраниться. поэтому мне кажется, что это от каких-то других носков фотография. Вот это вот. И вот археологи это как бы первое, одно из первых изделий, которые нашли это и сохранившееся, что вязание наверное тогда как бы зародилось. но так как вообще вещи достаточно плохо, ткани всякие сохраняются, то возможно были и еще. Так, дальше. Более ранние, да? Ну да. Это книжка очень необычная. Это самая первая книжка по вязанию. Она появилась в 1611 году. Ее автором был Джоан Сибмахер и в ней было целых 126 страниц и там были разные схемы, как бы узоры, как эти узоры провязывать и все эти рисунки в книге были выполнены от руки. Так, вот эта женщина считается самой быстрой в мире вязальщицей. Ее зовут Мириам Тейглс. Она живет в Нидерландах и за минуту она может провязать целых 118 петель, а это очень много. То есть она где-то две петли за секунду провязывает. А вот это тоже очень интересный человек на переднем плане. Он вошел в книгу рекордов Гиннеса после того, как участвовал в беговом марафоне и во время забега он как бы бежал, там же бегут с разным временем люди. Он бежал 5 часов 48 минут 27 секунд и за это время он связал шарф длиной около 4 метров. Вот это вокруг него замотан шарф и там видно, что другие люди бегут, то есть они ничего не вяжут, они просто бегут, а он еще в это время вяжет. Ну и вообще вязание считается полезным для здоровья. Там понижается кровеносное давление и сердце делает меньше ударов в минуту, оно работает нормально, то есть не сильно быстро. И также люди, которые вяжут, они реже какие-то есть психические заболевания. Также многие считают, что вяжут только женщины, но на самом деле могут, ну изначально, когда вязание только появилось, то вязали только мужчины, они таким образом можно сказать и зарабатывали. и вот в 1527 году был основан первый как бы такой союз вязальщиков, я не знаю, как это назвать, ну как бы место, где люди как бы вместе вязали. Это можно сказать такой цех. да, цех, и вот тогда туда женщины просто не допускались, то есть только мужчины могли в него вступить. Также вот у нас сейчас одна из самых популярных материалов, один из самых популярных это шерсть для вязания. Раньше использовали чаще хлопок или шелк из-за того, что шерсти просто не было нормальной, так сказать. А потом начали разводить овец, у которых была мягкая шерсть, их там за ними ухаживали хорошо и стали уже шерсть использовать, так как поняли, что из нее удобнее всего вязать. А вот сейчас уже в 21 веке очень большую популярность набрали разные растительные волокна, там бамбук, лен, их видно уже стали легче обрабатывать сейчас с новыми технологиями. И вот я говорила, что из-за того, что вязаные изделия не сохраняются, то нельзя точно сказать, когда появилось вязание, но были также найдены разные заостренные полки, но по ним тоже нельзя было сказать, что это 100% спицы, так как это могли быть какие-то просто другие инструменты для чего-то. Спасибо. Так, ребята, что удивило вас? Алло. Нарут, ку-ку. Меня все удивило. А ты сама вяжешь, мальчика? Ну, знаешь, немножко иногда. Я могу тебя удивить. Когда я учился в школе, я себе срезал большой свитер. То есть я подтверждаю, что не только женщины вяжут. Да, вот так вот. меня удивило то, что мужчины вязали только, когда его избили. Ну, что ж, так было, да. Так было со многими профессиями. Например, на станках кали только мужчины сначала, потому что это была очень тяжелая работа. Женщины не могли не выдерживать. еще удивило. Меня египетские носки удивили. Они были как перчатки для большого пальца, отдельный такой карманчик. раздвоенные. Правда, я, если честно, не уверена, что в одном из них был только большой палец. Скорее всего, да, все-таки там был большой палец, а в другом кармашки были уже все остальные. Но ты понимаешь, для чего в Египте было. они носили тапочки с веревочкой, Да. Ну, эти шлепанки. Как сейчас это называют сланцы, да? Как это там. Ну, что-то такое. Я не очень этого разбираюсь. Ну, судя по форме этих носков, это уже совсем не только-только они научились, правда? Это уже сложное такое изделие. не так себе. Ну, да. Здорово. Мне очень понравилось, даже кем-то я. Вот. Ну, и должен тебя поздравить, что вредных словечек я сегодня насчитал только две штуки. Вот. очень здорово. Вот. Я просто когда тему выбирала, я сама тоже вязать умею. Мне нравится, поэтому. у меня знакомая есть, она куклы вяжет. Я вот делала ее сейчас, но еще не доделано, это пчелка будет. И она еще крылышки сделает. классно. Спасибо, Женечка. Кто у нас следующий ребята? Кто готов? Так, порасписали у нас Григорий. Он здесь, Жень, посмотри. у нас нету Григория. Саша, Николай написали, что они сегодня не могут. Значит, у нас Иван. Иван, ты здесь? Да. Давай тогда тебе передаем из Так, а это кто у нас в красной рубашке? Кимбургская коса. Кимбургская коса. Подожди, стой. А ты сделаешь масштаб с грамотой? Кимбургская Кимбургская коса это узкая полоска суши между Черным морем и Днепробугским лиманом. Коса сохранилась практически в первозданном виде. Историки утверждают о существовании в этой местности грехней страны Гилеи. Если переправиться через Борисфен ныне Днепр, то первый от моря будет Гилея, а сверху от нее живут скифы, земледельцы, писал о Кимбургской косе древнегреческий историк Геродот, посетивший эту землю пять веков назад до нашей эры. Здесь огромное количество птиц, птиц, жуков, пауков, букашек, лжей и змей. Заповедная зона шириной всего 800 метров стала настоящим раем для любителей дикой природы. здесь более 620 видов различных трав и цветов. В первозданном виде на косе можно было встретить растения, среди них 30 очень редких видов, занесенных в красную книгу. На косе находится наибольшее в Европе плантация диких орхидей. Кимбская коса известна своими соляными озерами. Через здешние соляные промыслы проходили всем известный чумасский шлях. За солью часто ездили не в далекий Крым, а заворачивали на Кимбскую косу. Кимбская стрелка это конец косы в самом узком месте. Одной на бой можно встать в море, а второй в лиман. Это массовое издавание, это место массового гневтования птиц во время сезона миграции. Здесь нельзя купаться, потому что из-за соединения лимана и моря очень коварное течение. Местные сливары добывают соль путем выпаривания воды из озер морская. Вода проходит через каскады нескольких природных озер, затем попадает в искусственный бассейн под воздействием солнца вода испаряется и образуются кристаллы соли. Розовая вода в озерах получается из-за того, что в ней очень много магния. вот какая там красота. Ну, здорово. И на этом все. Так. Здорово, Ванечка. Спасибо, ребята. Чего кого удивило? Спасибо тебе. Меня удивило, что там сильное течение и из-за этого там опасно купаться. меня тоже это удивило. Я не знаю. Ну, да, такие места есть, конечно. Они даже в море. Лиман и море? Да, это между Лиманом и морем, да. Ну, там, видимо, вода вытекает уже в море, да, поэтому сильное течение, я так понимаю. Да, но меня удивило. Там самой косе купались. А ты там купался, да? Да. Ну, наверное, очень теплая вода в Косе, да? Ну, бывает холодная, теплая. Мы со стороны моря были, по-моему, обычная морская. Мы со стороны моря были, обычная морская. Ну, понятно. Понятно. А это далеко от Одессы? 250 километров. 250 километров. А нужно на юг ехать, да? Ну, это в Николаевской полпосте, недалеко от Очакова. А, наоборот, значит, от Одессы на восток. Понятно. Понятно. Хорошо. Так, ну вот. Все, больше нет впечатлений, ребята. Алло. Женечка, а что-то у нас у народу мало? Сколько сейчас человек есть? У нас есть есть восемь человек. Ну, вместе с вами восемь всего. Ага, понятно. Так, хорошо. А я тоже сегодня приготовил маленькую презентацию. Ты сегодня днем была, Женечка, да? Да, я пришла послушать. Ага. Вот. Ну, ты, наверное, видела, чего я показывал, да? Да, интересно. Правда, я видео еще не смотрела. А, я видео дал там, ребят, я видео, ссылку на видео я дал в этом, в Телеграме. Вот, а я вам сейчас это покажу. Значит, вот, смотрите. Значит, у меня есть знакомый человек, который делает вот такие вот штуковины. Вот, например, это, как это называется здание, кто знает? Мечеть. Двеем. Понимаешь, да? Я знаю. Это его сайт, и тут есть много разных таких вот вещей. Сейчас посмотрим еще. О, смотрите, какая красота пищи. А почему она не поднимается? вот. Видите? Вот. Да, и тут можно смотреть видео. Посмотрите, это все из золота сделано. Вот. И там, где кресты, драгоценные алмазы. Ну, тут вот в описании все есть. Но я собрался вам показать конкретное его произведение. это вот это видео. Тут очень слабый друг, я извиняюсь. Вот. Я потом остановлю там в одном месте и покажу вам змейку. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Вот видите ящерицу. Кто видит ящерицу? Я вижу. Где тут ящерица? Тут какая-то змейка. А где ящерица? У нее есть лапки. А, у этой змейки есть лапки? А, да, точно, да. Это какая-то такая червяк с лапками. Ну, вообще тонкая работа, правда? Да. Это вы смотрите, на поверхности паяется серебряная ниточка вот такими кусочками и завиточками, представляете? А туда какой-то механизм встроен? То есть она может двигаться или это просто как фирма? Нет, вот это просто. Ну, давайте дальше посмотрим, да? А это хозяйка Медной горы? Кто там говорит чего? Это хозяйка Медной горы? Да, это хозяйка Медной горы. И вот она превращается вот в самую ящерицу, если ей угрожает какая-то опарка. Вот, и это кино снимал лично я сам. И горжусь я этим очень, потому что я был первый человек, который пришел вот к этому мастеру и сказал, что его работы нужно не просто фотографировать, а нужно чтобы он о них рассказывал. Вот здесь он подробно рассказывает не только про само изделие, но и про его историю, чего оно означает, что в каком месте там сделано. И он так рассказывает про все свои изделия, потому что после того, как я снял у него вот это первое видео, а я снял не только это произведение, но еще два, он наладил процесс, чтобы приходил мастер, который умеет снимать на видео. Ну и у него дальше стали все работы сниматься на видео, и его рассказы об этих работах. Вот смотрите, он сейчас будет рассказывать про сундучок. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...